Я не планировала никогда, я не ставила себе цели заниматься бизнесом. Мне хотелось воплотить в жизнь свои творческие идеи, задумки, мысли, которых очень много и которые постоянно рождаются. Когда 6 лет назад мы первый раз решили сделать сказку на воде, полноценный спектакль с оригинальным сценарием, с оригинальной музыкой, декорациями, костюмом, не дивертисментной программой, а полноценный спектакль для всей семьи. На нас тоже смотрели очень странно, сказали, да кому это нужно, никто в это не верил. Сегодня на этот проект смотрят, он нравится, нравится, что мы в нем развиваемся. У нас появились свои зрители, которые постоянно стремятся попасть к нам на спектакль. Мы работаем уже в трех городах, это Москва, Санкт-Петербург и Казань. Появляются новые зрители, о проекте знают и ждут, что мы нового покажем в каждом новом сезоне. В нашей школе работает много профессиональных тренеров, и у каждого из тренеров в нашей школе профильное образование обязательно. У нас есть и заслуженный тренер России, и заслуженный мастер спорта в прошлом сегодня тренер, и мастера спорта. Есть люди с педагогическим стажем больше 20 лет. Она действительно большая команда, но она даже за те 12 лет, которыми мы занимаемся проектами на воде различными, она меняется, меняется кардинально, остаются лишь ключевые люди. Но и очень важно, чтобы каждой сферой деятельности занимался профессионал, который знает в этом все, и который скажет, как нужно правильно сделать, а как лучше не поступать, чтобы потом не случились каких-то неприятностей. Мы одновременно работаем в трех городах – Москва, Санкт-Петербург и Казань. У нас по 70-80 артистов в каждом городе работают. Плюс ордкомитет, плюс режиссерская постановочная группа, плюс технический персонал, плюс волонтеры. То есть в каждом городе задействовано человек по 300 минимумов. Можете себе представить, одновременно это там до 1000 человек работает. Безусловно, есть некая игру соответственности, потому что есть некое имя, которое стоит во главе проектов и во главе школы. И, конечно, хочется, чтобы результаты и у школы, и у проектов были только самые хорошие. Мы к этому стремимся, всей большой командой, которой работаем. Это каждый раз оригинальный сценарий, оригинальная декорация, оригинальная музыка, оригинальный костюм. Это все создается с нуля. В Москве это всегда премьера, всегда новый спектакль, который мы просто придумываем целый год. А уже в Питере и в Казани это спектакль, который мы адаптируем. По логистике это переезжает большое количество людей, проживание, питание и дорога. Но мы стараемся, это наша задача, привлекать артистов того города, в котором мы делаем спектакль. Я знаю всех этих людей, всех тренеров, которые стоят на борцах много лет. С кем-то мы раньше тренировались, с кем-то мы раньше выступали, с кем-то познакомились в период спортивной карьеры. Все они профессиональные, у всех у них очень хорошее и доброе отношение к детям. Это очень важно. Основной доход этого проекта, если мы говорим про спектакль на воде, который мы делаем в домогодний период в трех городах, это, собственно говоря, билеты, которые мы продаем. Это основной бюджет проекта. Бизнес не стоял в цели номер один. В цели номер один стояло творческое воплощение, соединение того, что я уже умею, соединение того багажа знаний и опыта, который есть, вместе с теми знаниями и желаниями, которые приобретаются в жизни. Очень хорошо, мне кажется, как мне кажется, чтобы был партнер, чтобы было плечо, на которое можно положиться, которому можно довериться, которому ты не заподозришь ни в чем и в котором будешь уверен так же, как в себе. Мне кажется, это идеальная ситуация. И я, наверное, позавидую тем людям, у которых такие партнеры есть. У нас в Москве 40 спектаклей, в Санкт-Петербурге 36, в Казани 24. Это в две недели. Мы работаем по три спектакля в день. Сегодня у нас главные роли в спектакле очень часто играют профессиональные прыгуны в воду, профессиональные специалистки. Они играют как актеры уже, не имея профессионального образования. Мне очень нравится этот рост. Мне нравится наблюдать за ними. Мысли о том, чтобы бросить все это, плюнуть на это, закончить и больше к этому не возвращаться, не возникало никогда. А наоборот, мысли все время рождаются все новые и новые, как можно улучшить этот проект, как можно его расширить, как можно его сделать более глобальным, как можно внести что-то еще более интересное и новое, как расширить какие-то возможности. То есть мысли работают именно в эту сторону. Мы планируем сделать так, чтобы выступления наши были круглогодичными и возможностью наших зрителей посмотреть спектакль была не только в трех городах, а гораздо большим количеством городов нашей замечательной страны.